Здравствуйте! Это программа в центре внимания. И сегодня у нас в гостях председатели сразу трех комитетов свежеизбранной думы города Владивостока. Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев и председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис. Уважаемые гости, добрый вечер! Добрый вечер! Людмила Николаевна, позвольте первый вопрос адресую вам, как депутату, который в отличие от коллег уже имеет опыт работы в думе предыдущего созыва. Скажите, новая дума принципиально другая или имеет какую-то схожесть, преемственность с думой предыдущего созыва? Пожалуйста. Новая дума абсолютно имеет преемственность, она схожа с предыдущей думой. Все люди, которые зашли, депутаты новые, они вдумчивые, они не рубят там с плеча абсолютно каждый вопрос. Точно так же обсуждается, как и в предыдущем созыве, мне есть чем сравнивать. Я еще в том предыдущем созыве, то есть в третьем созыве была помощником депутата, я хочу сказать, что действительно как бы нет случайных людей, которые бы зашли и абсолютно не хотели работать. Все хотят сделать жизнь горожан краше. А вот скажите, этот вопрос адресую каждому из вас по отдельности. Когда вы стали председателями комитетов, вы поговорили с вашими предшественниками, руководителями комитетов, которые были до вас руководили? Вы попросили, может быть, поделиться опытом или какой-то совет у них спросили? Розбасир, давайте с вами. Я хочу сказать, что я бы, конечно, с радостью поговорила бы с Михаилом Витальевичем Веселовым, конкретно по работе, как предшественник, как глава моего комитета. Но поскольку мы много общались в рамках партийной работы и предвыборной гонки и так далее, и я очень тщательно изучила то, чем занимался комитет ранее, то, в принципе, такой необходимости и не было, потому что мы хорошо ознакомлены со спецификой работы как комитета, так и депутатов Думы Владивостока. Важно понять, что эта работа альтруистичная, потому что большинство из нас работает без зарплаты. Здесь именно желание что-то сделать первично. И, конечно же, я тщательно изучила все, чем занимался комитет, все наиболее резонансные вопросы, то, что мне показалось еще необходимо было сделать. Я думаю, что в течение наших ближайших заседаний или в течение ближайшего года работы мы тоже попытаемся сделать то, что, может быть, не успели сделать тогда, хотя тогда было сделать достаточно много. Василий Александрович, а Вы разговаривали с председателем предыдущего комитета? Ну, увы, у нас они менялись, и на данный момент я еще не пообщался ни с одним из них. Вот, если возникнет такая необходимость, я это обязательно сделаю без какого-либо стеснения, но мне в этом плане очень повезло. У меня в комитете мой заместитель председателя комитета, это бывший председатель Думы Новицкой Елена Валерьевна и Евгений Кисленко. Он в этом комитете уже работал, он тоже заместитель председателя. Никаких проблем взаимодействия у нас не возникает, мы прекрасно общаемся. Я абсолютно не стесняюсь обращаться с какими-то вопросами, тем более, когда это касается жизни города. Стыдиться этого не стоит, и мне не отказывают такой поддержки. Людмила Николаевна, но вы в предыдущем созыве, напомню, возглавляли уже комитет, правда, другой, городского хозяйства. Я была заместителем председателя, да, просто что вела комитеты, в отсутствие председателя комитета. Моя предшественница, Вараж Битурга, она была председателем комитета, мы очень плотно общались, и сейчас у нас вопросы не могут быть, у нас перетекающие вопросы, которые идут с одного созыва в другой, поэтому, конечно, мы общаемся, да, и есть вопросы, которые продолжаются, то есть, которые уже там взят на протяжении года, двух-трех, и, конечно, мы общаемся, мы поддерживаем отношения, очень хорошие, теплые, дружеские отношения. Василий Александрович, так получилось, что почти одновременно в городе Владивостоке появилась новая дума, а в Приморском крае появился новый руководитель региона. Вот я знаю, что новый губернатор в статусе в Рио приходил к вам в думу и общался с вами. Вот что лично вы для себя услышали в общении с ним, и как вообще будет строиться взаимодействие между городской думой и руководителем краевой исполнительной власти? Он вообще обозначил, как это все будет выстраиваться? Это была прекрасная встреча, он обозначил, он особенно подчеркнул, что с сегодняшнего дня начинается перезагрузка, обнуление, обновление отношений думы и края. Ни для кого не секрет, раньше эти отношения складывались с переменным успехом. По-разному, конечно. Сейчас губернатор это особенно подчеркнул, что край теперь снова с городом, и это очень важно. Это очень важно, и только так город сможет развиваться, и край развиваться именно в этой связке. Роза Басировна, какие основные вопросы входят в полномочия вашего комитета? Вы знаете, у нас комитет очень активен в работе, потому что в первую очередь комитет по местному самому управлению Думы Владивостока занимается разработкой нормативных актов Думы города. То есть все законы, которые принимаются, они проходят согласование и обсуждение в нашем комитете. То есть есть первичные и очень важные вопросы, которые мы сейчас в работе действительно имеем, в работе комитета. Это, например, изменение в устав города. То есть сейчас в связи с тем, что глава города Пушкарев сложил полномочия, он ушел в отставку. У нас скоро будут выборы нового главы города, который, как известно, избирается составом Думы Владивостока, который мы сейчас с коллегами представляем. И, собственно говоря, мой комитет как раз и определял процедуру, как это будет происходить. Мы определяли конкурс, объявили начало конкурса, который как раз и предваряет процедуру избрания мэра. То есть это конкурсная комиссия, которая состоит из восьми человек. В составе комитета как раз, среди состава комитета, среди членов комитета, который, кстати, представлен разными политическими партиями, что важно, да, то есть многополярность мнения, она учитывается. Эти кандидатуры были обсуждены. Четыре человека представлены составом Думы Владивостока и четыре человека представлены губернатором края. Это вот было самое такое свежее, недавнее, что мы сделали. Были определенные изменения в устав города, да, которые приводят в соответствие наше региональное и муниципальное законодательство, в соответствии с основным, с федеральным законодательством. И, конечно же, такой оперативной текущей работы очень много. Ну, а также еще в компетенцию нашего комитета входят такие важные моменты, как взаимодействие с политическими и общественными объединениями, международные деятельности, даже контроль и взаимодействие с городскими СМИ. И это очень интересно. Я думаю, что как раз в работе комитета будет очень много новых вещей. Например, совсем недавно мы опять обсуждали новый виток работы уже молодежной палаты Думы Владивостока, которая тоже курируется нашим комитетом. Общественный совет при Думе Владивостока, который тоже курируется нашим комитетом. И вот вообще работа и взаимодействие с гражданским обществом Владивостока сейчас для нашего комитета это приоритетное направление работы. Понятно. Людмила Николаевна, ну, из названия вашего комитета понятно, что вы будете работать еще в направлении ветеранского. На движение. Да. Какие-то уже планы есть в этом отношении? Да, у нас вот состоится, планы есть. И понятно, что это комитет, самый такой комитет по социальной политике и делам ветеранов, самый такой разнообразный комитет. Можно сказать, он охватывает вот эту вот жизнь общественную, которая вокруг нас. То есть нет там конкретики, да, то есть вот конкретно только это и все. То есть это настолько вот обширное поле работы. И, конечно же, работа с ветеранами уже ведется. Мы знакомимся со всеми общественными организациями ветеранскими. Понятно, что мы оказываем консультативную помощь, помощь в приемах там по различным, разным вопросам. И разрабатываются новые там, в бюджет вносятся новые планы по доступной среде. И, ну, как бы вот это все, что касается вот такой вот социальной и делов ветеранов. И, ну, конечно же, приоритет в комитете – это все-таки дети, образование, садики, детские сады, там детские школы. То есть вот это вот приоритетное как бы такое вот все-таки начало. Вот по детям еще поговорим, я попозже вас об этом спрошу. Вот любопытно, чем вообще обусловлен выбор комитетов? Ну, я хочу сказать, что вообще в Думе Владивостока выбор же не очень велик. У нас пять комитетов. А вас как, перед выбором поставили, сказали? Нет, никто никого не ставит перед выбором. Во-первых, человек должен сам изъявить желание. Я хочу сказать, что вот те вышеперечисленные функции комитета, которые я упомянула, они мне не то, что очень близки, я с ними работаю очень много лет. Я неплохо знаю политическую специфику жизни города, да и края тоже. А это как раз взаимодействие с политическими объединениями и партиями, и общественными организациями. Это вот то, в чем я очень долгое время существую, да, живя в Приморье. Опять же, международная деятельность. Я, как выпускница МГИМО, знаю, что это такое не понаслышке, что там дальше. Основная такая текущая работа, касающаяся принятия нормативных актов. Но я, поскольку работала помощником депутата как Государственной Думы, так и члена Совета Федерации с 18-летнего возраста, я очень хорошо знаю, как устроена эта работа, в чем-то крючкотворное. Ну и про маму свою говорят. Я говорю не только про маму, но и про людей, которые приглашали мне работу, когда я жила еще в Москве, будучи и студенткой, и потом. И я неплохо знаю такую сложную, действительно, крючкотворную, невидимую, может быть, да, общественному глазу такую внутреннюю работу, но она действительно требует очень такой серьезной внутренней подготовки. Ну и самое важное, что нужно понимать, что работа комитета, любого комитета, особенно работа председателя комитета, требует большой самоотдачи. Там нет вот такого элемента галочки, да, когда ты думаешь, что тут что-то правило закончилось. Нет. У меня лично, да, заседание комитета очень частое. Нет такой нормированной режима работы, когда вот у вас одно заседание комитета месяц или два. Нет. У нас они бывают и внеочередными, потому что специфика жизни города часто диктует новые условия работы. И, к счастью, мы всегда слышим, что хотят от нас жители. Поэтому, если, например, возникает проблема с тем же Тосом Патрокол, да, которые очень много лет стучатся во все двери и не могут решить этот вопрос, то как только они обратились ко мне, я, конечно же, созвала экстренное заседание комитета, чтобы люди увидели возможность такой коммуникации с Думой Владивостока, чтобы они поняли, что они не одиноки в своей проблеме. А это прерогативы председателя созывать внеочередного заседания комитета? Комитет, конечно. Или любой из членов комитета, который считает, что... Тоже может попросить заявить. Конечно, конечно. Работа комитета – это слаженная работа членов комитета. У нас семь человек, которые сидят там действительно именно потому, что они сознательно выбрали это направление работы. Именно потому, что они хотят быть полезными жителям города, которые их избрали, которые за них голосовали, именно в этом направлении, во всем, что касается защиты их прав. А это очень важно, потому что мы же не только депутаты. Мы те же жители города, которые изнутри видят все эти множественные проблемы. И если ты понимаешь, что ты как-то в рамках своего комитета можешь им помочь, ты обязан это сделать. И я действительно... Мне очень радостно видеть этот отклик. Не то, что общественности. Общественность – слово такое достаточно обтекаемое. Оно мало характеризует жизнь города. А отклик конкретных людей и благодарность за то, что мы не безразличны. И это самое главное – не пройти мимо человека, которому нужна помощь. Вот это моя личная позиция. И я счастлива, что наш комитет эту позицию разделяет. Василий Александрович, вы как выбор сделали в пользу этого комитета? Наверное, выделили два комитета в Думе. Это комитет по бюджету и по экономической политике муниципальной собственности, которые остро важны. Не более важны, но остро важны. Экономически важны. Экономически важны. Экономика всегда важна. Это основа. Да. Если комитет по бюджету, он имеет много очень специфических вопросов, которые требуют глубокого погружения в бюджетные процессы, в экономику, то экономическая политика муниципальной собственности – это более обширная. Это все наши текущие задачи. Это и дороги. Это вся наша муниципальная собственность. Это ЖКХ. Это точная застройка. Это вопросы приватизации. Это вопросы дополнения бюджета, опять же. Вопрос в выборе комитета у меня не стоял. Я сразу планировал именно в этот комитет идти. Я, хоть и не был депутатом, но я много лет занимаюсь политикой. У меня был и журналистский опыт. Я хорошо знаком с чаяниями наших с вами сограждан. Десять лет я в политической партии. Постоянно сталкиваюсь с проблемами, постоянно веду прием. И наиболее острые вопросы – это те, которые входят в поле зрения, в поле приоритетов работы комитета. ЖКХ, бюджет, экономика и общее благоустройство. Дмитрий Николаевич, давайте к детям вернемся. Один из самых актуальных вопросов, с которым будет работать ваш комитет – это, насколько я понимаю, питание в детских садах и школах. Что сейчас происходит в этой сфере, на каких моментах вы собираетесь сосредоточиться? Поступили обращения на комитет по социальной политике, делом ветеранам людей. То есть обратившиеся говорили о том, что одна из подрядных организаций плохо кормит в детских садах. Было такое. Да, было проведено такое принято решение, что сначала необходимо проехать и посмотреть, как кормят и не только эти, а многие другие, которые выиграли конкурсы в предыдущем году. Ну, то есть я бы не сказала, что питание действительно там некачественное. Вы по столовым ходили, пробовали? Да, да. Мы ходили, мы пробовали, да. Понятно, что есть обвесы, это человеческий фактор, и видно, что там нет 300 грамм масла, да. Мы все женщины, хозяйки, все понимаем, когда 300 грамм и когда 30 грамм. Ну, это немножко утрирует ситуацию, но тем не менее это понятно. А чистоты абсолютно, ну, то есть чистота, хотелось бы, может быть, по-другому, но я всегда говорю, что это не так страшно. Никто не увидел никакой грязи на самом деле. То есть может, да, там тряпка где-то лежать не на месте, или соседство товарное не соблюдено. Но вот как бы на качестве питания это вряд ли скажется, потому что это сейчас качество питания как раз выдают детям, и они уже кушают. Если здесь рыба, здесь мясо как бы готово, это не так страшно. И, собственно говоря, то есть когда начали искать этих людей, заявителей, вот этих 7 человек, потом еще 2-9 человек, которые обратились в комитет, никто не оказался с этих заявителей, кроме всего прочего. Эти заявители не проживают по данным адреса. Я немножко углубилась в эту проблему лично, я послала своих помощников заехать по каждому адресу, потому что телефоны не отвечали, недоступны, не отвечали, говорили, нет, извините, здесь такой не проживает. Вот один дом, который я в том числе обслуживаю, работаю в управляющей компании, я знала точно, что там нет квартиры 89-й, потому что там всего 50 квартир. Но вот этот адрес мы не проверяли, собственно говоря, там видно. То есть их не оказалось, этих людей. Это понятно, что это анонимно было все. Абсолютно конкурентная борьба, бизнес и ничего более. Но тем не менее, очень огромное спасибо этим обращениям, которые дали нам возможность проверить питание в детских садах. Я еще раз хочу сказать прям для всех мамочек, потому что все переживают, и мне лично в WhatsApp обращаются, и к членам комитета обращаются, что нашли, что там плохого, что действительно нереального в питании детей, страшного, абсолютно ничего. То есть питание абсолютно в норме. То есть мы пробовали каждое блюдо, чем кормили деток. Ничего там страшного, ни порченого мяса, как сейчас там, это уже немножко слухи и всего остального. Если бы было порченое мясо, то наш бы комитет взорвался бы просто. Мы бы давали интервью, просили бы, дайте, дадим интервью. Мы бы во всей интернет-сети написали. Поэтому нет, ничего этого не было. И единственное, что этот вопрос плавно перетек в то, что в это время состоялся аукцион по Первомайскому району. И именно с этой же компанией, на которую были написаны все эти обращения. И понятно, что это была конкурентная борьба. И понятно, что там было одно из условий. Это их стабильность на рынке, их порядочность на рынке. И, соответственно, благодаря вот этим вот обращениям и всего этого, у них деловая репутация немножко пошатнулась. Я не знаю, мы их увидели подрядчиком в администрации города первый раз, второй раз на комитете. Они все откликнулись, все пришли. И как бы выступила, к сожалению, только та компания, на которой были написаны все эти обращения. Она проиграла этот аукцион. Вот, выиграла, как мы уже знаем, подрядная организация «Флагман». И это исключительно их дела, как они там общались. Ну, понятно, что это бизнес и ничего более. Пугает другое. Пугает вот эти 93 рубля, вот этот задел, да, 93 рубля. И там, допустим, и 180 рублей. Вот это вот, конечно, пугает, потому что в одних детских садах будут кормить на 93 рубля. И что бы ни говорили, что будут перекрывать, на каком основании, вот мы, члены комитета, еще не совсем понимаем, на каком основании возьмут с детского сада где 180 рублей, перекинут на детский сад 20 рублей, которым 93 рубля. Выигрывали по каждому детскому саду этот конкурс. И поэтому нас убеждают в том, что питание не будет абсолютно отличаться по качеству. Но в моем понимании, в моем понимании, на 93 рубля прокормить ребенка не может никто. Это действительно за гранью бедности. И что мне не будут говорить, что да, тоже будет яйцо, тоже будет яблоко. Я это все слышу и слушаю, конечно, но абсолютно готова продолжать работать, и члены комитета тоже. Мы будем проверять. Мы создали комиссию, она уже в процессе создания. Мы создаем комиссию, мы будем проверять каждую неделю, каждые три дня мы будем ездить в те детские сады, которые будут детей питать на 93 рубля. Я хочу видеть, каким яйцом будут кормить ребенка, каким мясом, будет ли это мясо заменено на сою. То есть, как мама, как бабушка уже сейчас, я очень переживаю за то, чтобы деток кормили. Хорошо. Василий Александрович, генплан Владивостока, разработка этого документа тоже ведь к вашему комитету относится? Ну, неформально. Не разработка, но в этом случае контроль, мониторинг. Да, в 2015 году у Думы эти полномочия были изъяты или переданы в край. Сейчас депутаты не утверждают эти документы. Генеральный план неправила землепользования и застройки, хотя непосредственно это относится к Владивостоку, собственно. Поэтому мы не могли оставаться в стороне. И решили включиться в этот процесс максимально, насколько это возможно. Мы проводили заседание комитета нашего, на котором как раз рассматривали планируемые вот эти документы принятия. Что очень отрадно откликнулись практически все депутаты. Дума практически в полном составе присутствовала на нашем заседании. Все депутаты высказали свои предложения, свои замечания к этим документам. И мы их направили в департамент градостроительства Приморского края. Сейчас эти работы над этим документом еще ведется. Мы планируем провести еще одно заседание по итогам несения всех изменений. По итогам публичной слушни, по итогам нашего комитета. И уже выскажем какое-то свое итоговое мнение. Вообще у депутатов было достаточно большое количество замечаний к этим документам. А как вы, как житель Владивостока, относитесь к тому факту, что генплан города Владивостока разрабатывает компания из Омска? Вроде бы Омск не самый идеальный пример городов России. Ну, это вопрос, видимо, и к нашим архитекторам, и вопрос к законодательству. Вот как раз пример мы видим в детских садах. Когда мы очевидно понимаем, что лучше будет за 180 рублей, но тем не менее выигрывает тот, кто предлагает вариант дешевый. Я не знаю, каким образом выиграл Омск у нас этот конкурс. Но, видимо, так все и произошло. Уважаемые гости, у нас остается две минуты до конца эфира. Я хотел бы каждого из вас в отдельности спросить, как вы будете в своей работе строить обратную связь с избирателями, с вашими. Может быть, не с вашими конкретно избирателями, но вообще с жителями Владивостока. Что это будут? Личные встречи, приемы, может быть, какие-то электронные ресурсы. Давайте, пожалуйста, по очереди. Ну вот, Владимир, очень верно перечислили. Все, что вы сказали, у нас это уже используется для обратной связи. И интернет-приемные, и личные встречи, и прием населения в Думе Владивостока. У нас даже есть формат выступления жителей на заседаниях комитета. Потому что очень важно, чтобы человек на месте услышал ответ на волнующий его вопрос. Потому что мы же не только депутаты. Я опять же повторюсь, мы жители города, в первую очередь. Люди, которые действительно каждый день сталкиваются с тем, что город волнует, с тем, что его беспокоит. И мне очень важно было как раз создать такой здоровый, рабочий, живой формат общения, чтобы на любую тематику... У нас открытое заседание комитетов. На любую тематику, интересующую жителя города, он может прийти. Ну, естественно, предварительно сказав, что он придет, чтобы мы могли подготовиться, чтобы призвать, опять же, со стороны властей города, тех конкретных чиновников, которые могут ответить на его адресную просьбу или вопрос. Чтобы эта связь у жителя города не терялась. Чтобы он понимал, что он не одинок, и это эхо не растворяется в темноте. Чтобы он видел действительно, что то, что волнует его, волнует и тех, кто принимает решения. Все или это главное? У вас как? Абсолютно соглашусь с розыбасированной во всем. Все возможные доступные средства я тоже использую. Более того, я совершенно не стесняясь, всем даю свой мобильный телефон. Увы, на звонков поступает не так много, как хотелось бы. Еще поступят, только начинайте работать. Скоро ваш телефон узнают побольше людей и посмотрим. 8-951-007-177. Мой телефон, если есть какие-то вопросы у всех жителей города Владивостока, пожалуйста, обращайтесь. Я его раздавал в период своей предвыборной кампании. Кандидат в мэр, поэтому звоните. Мина Николаевна, ну и заключительно вам, коротенько, пожалуйста. Коротенько. Я, поскольку уже работа налажена еще была 5,5 лет назад, то все точно так же. Приемная на том же месте, я всех жду. В среду точно так же, день приема. Телефон приемной все тот же. Личный мой телефон реально есть у всех жителей. На прием каждую среду, ну как минимум, приходит 18 человек. То есть, поэтому интернет приемная работает в Думе города Владивостока, обращения принимают. Все отрабатываются, кроме всего прочего. Я доступная на собраниях буквально через день, каждый день. Поэтому по вечерам все это знают. Поэтому ничего не изменилось, ничего. Всех жду. Уважаемые гости, спасибо вам за беседу. Желаю вам всем успехов в вашей очень важной работе. Спасибо. Это была программа «В центре внимания». Спасибо, что были с нами. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...